Друзья Витя и Володя при виде таких персонажей только смущенно улыбаются, фриками быть не хотят. Они люди серьезные, учатся на машинистов, а здесь оказались благодаря социальной программе. Трудных подростков привели на фестиваль татуировок, чтобы показать. И это красота, и это искусство. Те верят, но с осторожностью. Я бы такого никогда себе не сделал. Вы представьте, как всю жизнь с этим, потом, татуировки там или туннели в ушах. Каждому человеку свое, я думаю, так. Да. Должны быть какие-то эмоции, стиль. Это надо уметь. Женя сделала первый рисунок на теле в 12. Лояльные родители не вмешивались. Теперь девушка серьезно об этом сожалеет. На работу с такими руками не берут. Сводить не будет, но решила, своим будущим детям клеймить себя строго запретит. Сести татуировки – это очень много денег, и полностью они не сведутся. Дальше буду жить с мужем-татуировщиком, который будет зарабатывать деньги на нашу семью. И дальше. Так будем жить, забиваться дальше. Татуировка, как ребенок, должна быть запланированной и обдуманной, а главное – совершенно своей. Бабочки и виньетки останутся на совести импульсивных модниц, даже когда их кожа начнет дряхлеть. Настоящее же искусство, как говорят мастера, на холсте или на коже не стареет и не выходит из моды. Что появится на плече этого молодого человека, не знает даже он сам. Такое доверие к мастеру, что достаточно просто обговорить тему и отдаться в надежные руки. Ну, матерных слов здесь не будет, он знает. Видите, у меня клиент не дергается совершенно, и у него совершенно спокойное лицо. Потому что я его напугал. Я ему сказал, что у входа стоят четыре больших человека, которые, ну, если он скотчет и убежит, они его догонят. Фестиваль – не только площадка для обмена опытом и поиска своего мастера. Это фактически клуб по интересам. Все, кто сюда попал, так или иначе, заражены синей болезнью. Так называют в зависимости от татуировки. Сделал одну – не остановишься. Обыватели называют таких фриками, но сами с интересом заглядывают в каталоги. С мыслью набить хотя бы маленький иероглиф. Дарья Каплан, Сергей Гульянов и Дмитрий Ефимов. Пятый канал.